Сейчас вы спросите, что это авторы автостопа возобновили ночные съемки? А потому что день короче ночью. Да и красиво в конце концов. Красиво смотрится салон Суббару. Очень яркое окончание или начало проспекта Карла Маркса. Но на самом деле мы приехали, чтобы запечатлеть разгрузку этих автомобилей с автовоза. Потому что следующим утром они уже разлетятся по своим хозяевам. Торговлят с колес. Хотя один экземпляр мы все-таки перехватили для тест-драйва. На дворе, между прочим, конец ноября и начало декабря. Мы вот решили со вполне утилитарными целями вам показать и себе продемонстрировать, как есть лесники. Лесники японского производства под фирму Субару. Кто-то нас укоряет в том, что мы не гоняем, мы так рисуемся. Ага, сейчас мы покажем, как рисуемся. Все бы так рисовались. Ну и почему мне порисоваться? Рисоваться так покрупнее. На чем? Это, наверное, на самом быстром джипе в мире. Хорошо вооруженный. Чем вооруженный? Ну и о том, чем вооруженный вот этот конкретно. Лесничок от Субару. Субару Коррестер. Казалось бы, 2 литра на механке. А это 2 литра турбо. Готовы? А вот теперь надо окошко закрыть. На улице не месяц моей, скорость уже под стольник. Если вы заметили, 6,2 до 100 литра. Какой же джип еще так летает? Летает только один. Субару Коррестер. В варианте 2,5 литра турбо. Эта машина что-то с чем-то. При внутренней брутальности это просто кладезень каких-то современных технологий производства движков. К сожалению, пока у нас с Максом вот нету денежков. Но быть может. Пересядем на правый рулик на автомате. Пока. А потом уже как повзрослеем чуть-чуть. Начнем удивлять всех. Субарой WRX STI и тем же самым двигателем. Только уже на джипчике. Бодреньком таком. Нормально. Ну а серьезное, в общем-то. О вещах серьезных. Здесь можно говорить. С точки зрения пассивной активной безопасности уже не будем эту тему перемалывать. Все есть. Все нормально. Как машина собрана. Едет просто изумительно. И вы знаете, нету вот этой дубовости STI. Есть очень плавный и приятный ход. Мне очень нравится. А еще. А еще тут такой люк, что при большом желании и при хорошем условиях пересеченной местности вы можете вдвоем из ружья пострелять. Ну, не будем вам это рекомендовать делать. Лучше получаете удовольствие. От автомобиля полноприводного. С такой опцией, как Турб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Теперь давайте подойдем к Subaru Forester 2.5 Turbo и посмотрим, что он из себя представляет снаружи. Вот уже подходя к машине, мы видим, что лимит здесь достаточный, чтобы влезть в небольшую грязь на нашем проселке. Может быть, в песочек на пляже. А может быть, в снег в поле за зайцами. А еще можем сказать, что эта машина имеет ширик симметрикал АВД. А значит, и на льду, и на трассе вот на такой. Это изумительная управляемость. Ну, а что из себя представляет 2.5 Turbo, я попробую сейчас сам. У нас есть журнал знакомый. You Turn. А теперь My Turn. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В прошлый раз я жаловался на то, что Алексей оторвал здесь ушко. А в среднюю стойку Subaru VX-Ti. Теперь я попытаюсь сделать то же самое с его ухом. Двигатель тот же самый. Так что скоростные характеристики должны быть те же самые. Попробуем. Вот так вот. Как ушко, Алексей Юрьевич? Не равна, Сто! Ну, вот, в принципе, двух передач, я думаю, достаточно. Для того, чтобы вы почувствовали, что это такое. Ну, можно переключиться на третью. И еще уйти в точку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И весь этот тазик положительных эмоций на вас и на нас выплеснула компания Tokyo Motor, которая предоставила нам вот этот замечательный автомобиль на тест-драйв. Спасибо вам большое! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok